Как сработала экономика в 2017-м и какие задачи стоят по обеспечению устойчивого роста в будущем? Сегодня в Совете Министров состоится большой отчет правительства, Нацбанка и регионов. Планируется, что в заседании примет участие глава государства. Статистика по итогам прошлого года известна. Экономический рост чуть более 2%, инфляция не превысила 5%. Что стоит за этими цифрами? Сегодня будут обсуждать реальное положение дел в центре и в регионах. Примечательно, что разговор проходит примерно на экваторе нынешнего пятилетнего плана развития Беларуси. Это возможность дополнительной координации экономической тактики и стратегии. Беларусь делится опытом в сфере достижения целей устойчивого развития. Наша страна участвует в региональном форуме Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. Сегодня второй день, где подведут итоги. Белорусскую делегацию возглавляет национальный координатор по достижению цели устойчивого развития, вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина. Запланировано проведение сегмента высокого уровня, тематических круглых столов по направлениям устойчивого водоснабжения, энергетики, устойчивости городов, рациональной модели потребления и производства. Первая медаль белорусов на чемпионате мира по велотреку. Евгений Королёк выиграл золото в своей коронной дисциплине «Скрэч». Напомню, наш спортсмен победил в этом виде на финальном этапе Кубка мира в Минске, а в прошлом сезоне выиграл общий зачет. Чемпионат мира в Нидерландах завершает сезон, на турнир съехались более 400 сильнейших спортсменов из 40 стран. Беларусь представляют 16 велогонщиков. Редактор субтитров А.Семкин